Гражданский муж волгоградской смертницы Дмитрий Соколов убит в ходе спецопераций в Махачкале. В перестрелке погибли еще четверо боевиков. Все подробности у Сергея Каркушко. Контртеррористическая операция в пригороде Махачкалы в Семендер началась в ночь на субботу. Квартал с домом, где укрывались боевики, окружили. Жителей ближайших домов эвакуировали. Дмитрию Соколову предлагали сдаться, организовали телефонный разговор с матерью. Но все попытки договориться оказались безрезультатными. Когда спецназ приблизился к укрытию боевиков, те открыли огонь. Перестрелка продолжалась до полудня. Еще во время переговоров выяснилось, что в доме вместе с боевиками жена и полуторагодовалая дочь одного из них. Перед началом боя женщину с ребенком вывели в безопасное место. Дмитрий Соколов в разговоре с силовиками взял на себя ответственность за подрыв рейсового автобуса в Волгограде месяц тому назад. Тогда погибли шесть человек и десятки получили ранения. Соколов рассказал, что лично сконструировал взрывное устройство. А в действие бомбу привела его гражданская жена Наида Осиялова. 21-летнего парня из Подмосковья и 30-летнюю уроженку Дагестана объединила религия. Они познакомились в сети. А потом Осиялова переехала к Дмитрию в Москву. Оттуда вместе отправились в Дагестан. По оперативным данным, мусульманское имя Соколова Абдул Джабар. Следствие подозревает, что он причастен не только ко взрыву в Волгограде, но еще к нескольким терактам. Сергей Коркушко. Подробности. Телеканал Интер.